Вести карантин, конечно, гораздо проще, чем из него выйти. Как мы видим, это действительно так. Но вот мы сегодня на третьем месте, по-моему, по заболеваниям. Вышли на третье место. По количеству выявленных. Ну, неважно, можно как угодно. На восемнадцатом по смертности. Абсолютно точно. Но по смертности мы, слава богу, здесь сохраняем своих граждан максимально возможно, вернее, на минимально возможном уровне. Что из мер вам показалось самым главным? Да. Я просто к тому, что вот если выход, остается у субъекта, у главы субъекта, остается полномочия. Все-таки их не забирает опять федеральный центр, а отдает им. То есть они должны принимать решение. Как из него выходить, какие меры принимать постепенно, это очень важно. Конечно, этот пакет мер, он, пожалуй, самый финансово емкий, который будет общее количество, я не знаю сколько, но будет огромное количество. Ну, в семьях, мы понимаем, 27 миллионов семей, 27 миллионов детей. Поэтому на нас тоже здесь должна быть определенная ответственность. Мы, может, и вышли как бы на плато. Плато, да не то. Неизвестно, как мы, так сказать, прыгнем мы вверх или не прыгнем. Что касается экономических мер, слушайте, ну, здесь вообще говорите о том, что, наверное, что-то, может быть, не было сказано. Это надо спросить у бизнесменов непосредственно. Но мне представляется огромный объем вообще этих мер. И даже самозанятым, о которых вы сказали, им не только возвращается налог, но и дается еще субсидии в виде МРОД, то есть 12, там, более 12 тысяч рублей, для того, чтобы они могли платить налоги с них. То есть это еще продляется безналоговая, так сказать, такая система их работы. Ну и для предприятий, которые пострадали, мораторий на выплату всех налогов, кроме МДС, на три месяца. Даже не мораторий, они просто списываются, эти налоги. Да, они правильные. Но здесь самое главное, что я услышал от президента в этом отношении, и, как бы, так сказать, он человек такой малоэмоциональный, но кулаком по столу постукивал, да, с точки зрения того, что... Даже двумя. Да. Эмоционально было. Да, я говорил о том, что все то, что было принято, его надо, во-первых, сделать, и сделать еще в 10 раз больше того, что сейчас принято. А вот здесь проблемы есть. Есть проблемы. И они действительно сегодня серьезные, потому что из, насколько я в курсе, сегодня, вот на сегодняшний день, из обратившихся бизнесменов, да, к реструктуризации долга, меньше половины его реструктуризировали, а для тех, просто у граждан, там меньше трети даже, тем, кто банки пошли на эту реструктуризацию. Это неправильный подход. Если бы президент вам сказал, ребят, делайте. И я не пророк, но я думаю, что после того, что кто-то не выполнит, мы все-таки увидим и отставим.